Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и 3 сентября случился анонс очередного патча XEEDMERS Civilization 6. В связи с этим от меня разбор нововведений и вообще перевод того, что наговорили Firaxis. Но для начала хочу отметить, насколько улучшились вот эти видео от Firaxis с анонсами различных изменений. Такое ощущение, что они хотят у меня отобрать работу, потому что все разложено по полочкам, отличный монтаж, отлично скомпоновано все это дело. Минимум воды, максимум информации, и в общем-то, если бы это видео еще и на русский было переведено, то мне бы вообще не пришлось, по-моему, ничего делать. Тем не менее, что-то они мне оставили. Можно еще немного аналитики от себя тогда добавить будет. Если вы меня спросите, когда выйдет патч, то непонятно, но прошлый, например, был анонсирован 3 июня и появился 18 июня. Об этом свежем патче сообщили 3 сентября, значит, видимо, он появится 18 сентября. В любом случае, еще в четверг будет стрим игры с новым патчем, а потом он зарелизится. Теперь непосредственно к изменениям. В начале Деннис Ширк, ведущий продюсер игры, говорит о том, что кроме многочисленных изменений и исправлений, свежий патч принесет новый сетевой режим. Но, к сожалению, в этом видеоанонсе они в подробности не вдаются, так что будем ждать непосредственно релиза, либо в четверг посмотрим на стриме. Усилили прибрежные города. Это, конечно, требовалось, потому что в шестой циве выгоднее было ставить города не на побережье. Сейчас, мне кажется, это изменится. Во-первых, новые способности для великих адмиралов. Например, Фрэнсис Дрейк при его использовании будет давать сразу капер с одним промоушеном. А также военные юниты будут получать на 50% больше золота от разграбления морских торговых путей. Фердинанд Магеллан даст одну бесплатную копию ресурса роскоши вашей столице, а также 300 золота на стандартной скорости. Видимо, на сетевой 150 золота, если Фераксис опять в очередной раз не забудут отскалировать способности по скоростям игры. Горацио Нельсон, который почему-то доступен в атомной эре, что довольно странно, как мне кажется, будет мгновенно строить маяк и верфь в прибрежном районе. Ну, это аналог великих торговцев, которые одновременно строили рынок и банк при использовании. А также будет давать плюс 50% к бонусу атаки с флангов для морских юнитов. Кроме того, будет добавлен больший выхлоп для прибрежных морских тайлов. Например, Геликорнатский Мавзолей теперь будет давать плюс одну науку, одну веру и одну культуру всем прибрежным тайлам, а великие инженеры получат дополнительный заряд. Напомню, на данный момент Геликорнатский Мавзолей дает дополнительный заряд еще и адмиралам. Маяк даст два жилья, если портовый район находится рядом с центром города. То есть вот эти треугольники из портового района, центра города и коммерческих районов будут еще более выгодны. Рыбацкие лодки будут давать 0,5 жилья. Меня тоже, кстати, удивляло, почему они никакое жилье не дают, а те же фермы дают. Хотя, считайте, это такой же аналог ферм, только на воде. Верфь, второе здание в порту после маяка, будет давать одно производство всем прибрежным морским тайлам. Ну, то есть вот там, где светлая вода такая. Тут, правда, у меня возникает вопрос, останется ли у верфи бонус к производству за соседство. Потому что если останется, то это вообще становится обязательным зданием постройки. Если же не останется, то не факт, что подобная замена от производства от морских прибрежных клеток адекватная. И, наконец, кампус будет получать плюс две науки за каждый соседний риф. Вот тут в видео их три, поэтому кампус получает аж плюс шесть. В прошлом патче добавили две новые карты, в этом обещают аж целых шесть. Во-первых, карта Земли, Terra Map. Ну, это похоже на то, что было в пятой циви. То есть вы начинаете на одном каком-то большом континенте, а другой континент никем не заселен. То есть вы как бы плывете туда, его открываете и тоже заселяет. Дальше. Первобытная карта, или Primordial Map. То есть земля в доисторические времена, когда очень много вулканов и, соответственно, бедствия. Зеркальная карта, которой вот пятой циви реально не хватало, и, наконец-то, она появилась. То есть это лучшая карта для дуэлей. Абсолютно одинаковое расположение, и вот на такой карте проводить дуэльные соревнования, по-моему, самое то. Карта Наклонная Ось. Это у которой верх и низ сдвинуты. Ну, как бы полюса находятся не сверху и снизу, а вот в центре карты. Дальше карта Континенты с островами. Ну, тут понятно, это те же самые континенты, но на этой карте еще есть и острова. Какая-то карта под названием Расковод и Фрактал, Сплинтед Фрактал, не знаю, как лучше перевести. И переработают еще меню выбора карт. Вот так это будет сейчас с такими вот иконками классными выглядеть. Ну, а дальше не так подробно, зато информативно и наглядно показывают изменения в балансе. Лагеря теперь дают плюс два золота вместо одного, и плюс два золота после открытия синтетических материалов. Рыбацкие судна дают плюс одно производство при открытии колониализма. Плантация дает дополнительную еду после открытия феодализма. Изменены следующие великие адмиралы. Фемистопол создает квадрирему и дает плюс 20% производства дальнобойным морским юнитам. Лейф Эриксон позволяет всем морским юнитам двигаться по тайлам океана и дополнительный обзор на одну клетку всем морским юнитам. Раджендра Чола плюс три боевой мощи всем морским юнитам. И Джен Хэ бесплатный торговый юнит и плюс один слот торговых путей. При этом международная торговля будет давать дополнительные два золота обоим городам. Ну то есть адмиралов начинает немного приближать к великим торговцам. Еще немного адмиралов. Джен Ши дает 500 золота и плюс 60% дохода от разграбления морско-торговых путей. Честер Нимитс даст подводную лодку с одним повышением плюс одну нефть в ход и плюс 20% производства каперов. Ну то бишь морских рейдеров этой подводной лодки и каперы все вместе. Опять же не понимаю почему он из атомной эры. То есть что Честер Нимитс, что Горацио Нельсон они типа из одной эры, да? Ну и Грейс Хоппер открывает две случайные технологии. Большие изменения коснулись рок-групп. Повышение рок-группы инди-рок может отнять теперь только 40 лояльностей вместо 50. Так что чтобы переманить город, поднять с ним восстание, чтобы он отделился от кого-либо, будет требоваться как минимум три рок-группы, а не две как раньше. Повышение обложка альбомов дает концертам на тайлах с чудесами плюс один уровень вместо плюс двух. Повышение музыкальный фестиваль позволяет дополнительно проводить концерты на чудесах природы, как и в национальных парках. Повышение поп-звезда дает золото в размере 25% от туризма концерта вместо 50%. Повышение спейс-рок дает концертам в космопорте и кампусах плюс 500 туризма вместо плюс тысячи. Зато кампусы с университетами дают плюс тысячу. Неужели к этому моменту у кого-то могут стоять кампусы без университетов? И, наконец, повышение серф-бэнд. Ну, это известный стиль серф-рок. Вот к нему, например, бич-бои соотносились. Когда-то давным-давно и статус-кло начинали как серф-рок. В общем, это повышение дает концертам на курортах и гаванях плюс 500 туризма вместо плюс тысячи. Но если гавань с верфью, то концерт даст плюс тысячу. Самым последним правительством добавили больше слотов политик. Корпоративному либертарианству дополнительный слот военной политики. Теперь их три вместо двух. Синтетической технократии дополнительный слот экономики. Теперь их, опять же, три вместо двух. Ну и цифровой демократии дополнительный слот дипломатии. Тоже три вместо двух. Кроме того, карточка ветеранства будет давать плюс 30% к постройкам гавани и зданий в нем. Напоминаю, раньше оно давало только для военных лагерей. Сейчас бонус для военных лагерей остается, но при этом еще и гавани и здания в гаванях с помощью этой карточки можно строить быстрее. Так что практически мастхэв карточка становится. Вот, в общем-то, и все значимые изменения патча. То есть, понерфят рок-группы. Хотя и сейчас, по-моему, культурная победа сложновато. А уж с нерфом рок-группа она еще сложнее станет, как мне кажется. Но главное, добавят намного больше карт. Это важно. И вообще, как мне кажется, это должно было быть при релизе игры, а не сейчас. Добавляется сколько? Уже три года? Четыре прошло. Что позволит, наконец-то, выбирать цвета для цивилизации и при игре с ботами, а не только в сетевой партии. И немножко улучшит размещение меню начального. Ну и какие-то тут улучшения для ворлдбилдера. Я думаю, это создатели карт оценят. Просто упоминаю. В общем, вот такой патч нас ждет. Ваши впечатления об изменениях я жду в комментариях. Если я что-то упустил, тоже, пожалуйста, меня поправляйте в комментариях. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok